Продолжение следует... 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 Сегодня вы находитесь в Дель-Телеграфе, я думаю, что большинство из вас знает, что это такое, но тем не менее, это в курсе функционального пространства. Мы сейчас находимся в конференционном зале, где мы проводим массу различных мероприятий, следите за ними всегда. Это можно делать на сайте, на фейсбуке, в том числе на фейсбуке «Теория практики» или на сайте «Теория практики». За стеной находится каворкин. Если у вас есть какое-то желание, когда бы ни было попасть в каворкин на один тестовый день, то вы действительно можете подойти к нам на ресепшн, оставить свои данные, и мы с вами поделимся одним бесплатным днем. И да, это реклама. Я сразу хочу вас в этом предупредить, чтобы вы потом не думали, что это как-то с чем-то связано. Это действительно так. Я действительно об этом говорю со стеной. И, соответственно, еще раз приветствую Мария Уварова. Действительно, мы очень рады, что делаем совместно с «Теория практики» и «Теория практики» этот прекрасный фестиваль. Я действительно уверена, что дискуссия будут интересными и поступления будут интересными. Это будет действительно какой-то полноценный смес того, о чем мы хотим поговорить. Я думаю, что я предоставлю слово Ане. Она сейчас расскажет немного о том, что будет происходить и как будет все задумано. Пожалуйста, рады нам приступать. Спасибо, Мария. Я уверена, что все вы пришли сюда, ознакомившись с программой. Возможно, вы пришли на каких-то отдельных спикеров. Возможно, вам интересно все. Обращаю ваше внимание, что на входе есть брошюр с расписанием, и вы можете следить за ним и как-то спланировать свое время. Кроме того, что происходит на главной сцене, у нас на втором этаже, у ресепшена, по лестнице, есть пространство студия, там будут мастер-классы, экспериментальные лекции. Мы не делаем на них предварительную регистрацию, отдельные регистрации не требуются. Я предлагаю вам сверяться со расписанием. Если какая-то из тем вас особенно интересует, просто приходите чуть пораньше, и я надеюсь, что, несмотря на то, что пространство не очень большое, мы попробуем поместить всех желающих. А сейчас я просто расскажу буквально парой слов, максимально кратко, как все начиналось. Почему так оказалось, что сегодня мы стоим перед вами на сцене, а вы пришли к нам и нас слушаете. Осенью теории практики объявили конкурс идеи образовательных проектов среди читателей. У нас было несколько этапов отбора, и в результате публичного пичинга этих проектов победила идея Ирины Изотовой, специалистов по гендерным исследованиям, идея лекции перформанса на тему «Что такое феминизм?». Победителям конкурса мы предлагали экспертную поддержку теории и практики, то есть теории и практики давно, в сотрудничестве и с частными брендами, и с государственными институциями делают большие образовательные события, а также мы предлагали, конечно же, площадку наших друзей и партнеров в ZDI Telegram. И мы подумали, что у нас такие мощные ресурсы, наверное, нам не стоит ограничиваться лекцией и перформансом длительностью полтора часа, и мы убедили Ирина разработать свою программу однодневного фестиваля, и вот, собственно, сегодня он и происходит. Фестиваль вызвал неоднозначную реакцию, вызвал много споров и много самых разных, порой полярных, мнений. Мы этому очень рады, потому что это говорит о том, что мы действительно говорим на актуальную тему, и сегодня я уверена, что вы познакомитесь, конечно, не приведуя на то, что это будет исчерпывающая программа современного феминизма, но тем не менее вы какие-то вещи про людей, в которых этот контекст существует, про направления и идеи, вы узнаете, услышите и сможете составить собственное мнение. А вот, наверное, чуть больше об идеях и составляющих, о том, что вы вкладывали в сегодняшнее событие, расскажите Ирина. Друзья, привет! Спасибо большое за то, что вы пришли сюда, потому что у вас так много. К этому дню мы шли почти полгода, и вот он настал час Х, сейчас мы стоим перед вами. И я, конкуратор программы, хочу сказать о том, что моя задача заключается в поляризации феминизма. Но я не стесняюсь слова «поляризация», потому что я хочу рассказать громко всем, кто готов это услышать, то, что феминизм – это хорошо, а сексизм – это плохо. То, что феминизм не сводится к какому-то конкретному лицу или группе лица, он не сводится к какой-то конкретной идеологии. Это огромнейший класс теории и практик, нацеленных на кримилизацию и улучшение нашего общества. Я считаю, что феминизм и феминизмы в самых ярких других мирах, они нужны всем, независимо от пола, сексуальной агентации, а также позитив и самопозиционирование о том, что феминизм и феминизм. В общем-то, об этом наша судьба. И наша задача ни в каком случае не повязывать точки зрения, а представить политику точки зрения, что мы и сделаем в том числе в рамках дискуссии, которая начнется прямо сейчас. Да, мы решили открыть фестиваль на дискуссии. Можно я одну фразу скажу прямо в секунду? Да, вот я просто хочу, прям немедленно пойти, но просто благодаря всему этому движению, собственно, секунду, я и Телеграмм здесь стою перед вами, потому что мы можем похлопываться не то, что для меня, а больше потому, что мы здесь все решили, что это и вам это действительно делали, это, собственно говоря, и для вас, и для себя в какой-то степени тоже. Вот, и я думаю, что это лучше в какой-то степени, если не только в жизни, но и сейчас. Я конкретно говорю про сейчас. А я хочу еще добавить огромную благодарность Васильевский граф площадке, Марии Ивановны, всей команде, потому что очень большая команда, которая работала и действительно вкладывалась от всей души, мы выступили на стороне созидания, на стороне того, чтобы создать пространство для всех вас, открытое абсолютным диалогом. Этому огромное спасибо Телеграмм, Теориум и Практикам. И огромное спасибо медицинской компании «Твитро», которая могла состояться сегодняшнему событию, я желаю. Ура! Ура! Начнем. Покидай! Спасибо. Ну что, мы решили начать сегодняшнее событие с дискуссии под названием «Бывайте правильный и неправильный феминизм», и мы благодарны всем, кто к ней сегодня присоединился и присоединится, я думаю, в будущее. И представляю наших участников. Ирина, куратор программы «Русского фейнфеста», остается на сцене. Сюда выходит также Кирилл Мартынов, философ, публицист, и директор «Бывайте правильный фейнфеста». Залина Пашинкулова, журналист, блогер, создатель телеграм-канала «Женская власть» и проекта «Breaking Man». Так что приглашаем сюда поэта, активиста Кирилла Медведева. Кирилл. У нас не все хватит микрофонов, но мы будем их передавать. И также я приглашаю сюда прокуролога, феминистку Эллу Руслану. Я тоже остановлюсь на сцене и с вашим позволением задам несколько вопросов, чтобы мы немножко разобрались в теме и в дискуссионных вопросах, которые возникают вокруг монетия феминистов. Я боюсь этого слова абсолютно свободы, свободы личности и глупатии, а возможности услышать друг друга. По поводу того, что нужно делать феминисткам, да? Я думаю, что мы сейчас можем просто перейти к следующему вопросу. Я просто задала сразу несколько, и, видимо, невозможно ответить сразу на все. Вот сейчас, поскольку просвещала слово «борьба», мне кажется, может быть, стоит остановиться на этом. И я опять же спрошу каждого из участников в дискуссии, как вы видите собственную борьбу, да? В чем и вообще что может быть самым эффективным в том, что вы делаете? И как вы оцениваете действия друг другим? В общем, вот эта борьба за что и как она помогает другим людям? Может, ничего и никого? Да. Я бы хотела объяснить позицию аккуратной программы. Эта позиция, она звучит в том, как построена программа организована. Для меня феминизм, мой феминизм-активизм заключается в просвещении, в том, чтобы дать как можно большему числу людей, как можно больше информации, и оставить для них возможность выбирать, брать эту информацию или нет. Феминизм в обществе все же в большинстве свое воспринимается негативно. Приступит огромный пласт мифов, нагромождений, страхов, каких-то упрощений, связанных с феминизкими теориями и практиками. И эту ситуацию необходимо преломить. Только когда общественность в массе своей перейдет до стороны, мы начнем понимать, о чем феминизм. Тогда будет гораздо проще лавировать нужные законы правильные, бложенские законы, выравнивать ситуацию, работать в социальном и политическом поле. Это очень важно. Для меня феминизм сейчас – это именно просветительское слово. Спасибо. Кирилл Мартынов, в чем ваша борьба? Ну, я преподаватель и я редактор в газете. И когда я преподаю, я преподаю философию. Мы обращаемся, в отличие от такого постсоветского канона, к преподаванию моей дисциплины. Мы стараемся обращаться к тем темам, которые обычно из нее исключены. Ну, собственно, тут несколько есть тем. Помимо гендерной теории, это еще и постколониальная теория. Ну и, в общем, те критические навыки, которые они студентам дают, мне кажется, это тот вклад, который можно сделать в рамках университетской аудитории. И, ну, как бы речь идет не о курсе по выбору, когда люди идут на гендер стадис сознательно для того, чтобы изучить ту проблематику, которая их уже заинтересовала. Я очень часто занимаюсь просто, ну, познакомлением людей с тем, что такие дискуссии ведутся. И, скажем, когда у нас в высшей школе экономики был майнер по политической философии, куда приходили люди с разных факультетов, вот после того, как мы два семинара посвятили гендерной теории, наверное, можно сказать, что именно эти семинары, как по всему курсу, вызывали самые, ну, такие как бы живые дискуссии. И, пожалуй, я рискнул сказать самой осмысленной дискуссии. То есть на этом примере мы видели, что вопрос политической идентичности, вопрос о политическом равенстве, о политических интересах в большом обществе сейчас проходит именно по вопросу вот этих гендерных статусов, гендерных прав, ну, наверное, исключая гендерные обязанности. Ну и то же самое, в общем, я пытался выяснить свою мотивацию, то же самое, мне кажется, важно делать и в медиа. Это, в целом, такая громшанская логика, логика, восходящая к итальянскому философу Антонио Графши, которая предполагает, что если у вас есть определенные ценности, ценности равенства, свободы в частности, то вы используете те площадки, по которым вы имеете доступ для того, чтобы эти ценности делать нормальные. Мне кажется, он ключевой момент, отчасти с моей точки зрения и этот фестиваль тоже в значительной степени посвящен, тезису о том, что гендерное равенство – это нормально. Пусть сексисты стыдно, люди должны быть свободными, и это касается и женщин, и мужчин. Спасибо. А можно мне любить мужчин? А можно мне там, я не знаю, что-то еще делать? И вот, понимаете, я понимаю, да, что это активная борьба, я очень уважаю сообщество феминистов, которое воинство за собой – женщин и борьб против насилия и так далее. Но, с точки зрения такого общественного дискурса, до сих пор, естественно, не понятно, ни что такое феминист, ни чем феминист занимается, ни что им еще лучше. То есть, самый частый вопрос, который мы задаем, или почему-то не задаем. Видимо, он уже боится, сколько летит его во льду спрашивать. Типа, что вам еще надо? За что вы еще творитесь? Это первый момент. Мне кажется, не молчать на эти вопросы, и искать ответы на эти вопросы. И второй момент, о котором я хотела сказать, что даже по такой реакции активистов, которые еще до начала фестиваля начали политиковать выступающих здесь, начали политиковать, что у кого-то есть правильный, не правильный и так далее. То есть, мне кажется, что это упоминяет для вас коллективные борьбы за общие идеи, за общие идеалы, за то, что это тоже равное положение с мужчиной, хотя бы один этот статус. Это сильно задухняет. Понимаете? Потому что, когда получается, что женщина никому ничего не должна, то этого момента пока не назовет всем феминисткой. Как только она назовет всем феминисткой, она сразу становится всем чем-то должным. И в обществу, и в мужчинам, и другому сообществу, которое тоже горит за права. Возникло у меня последнее из всех колонн, из всех выступлений, которые я прочитала в фестивале на сегодняшний день, возникло такое впечатление. И вы знаете, действительно, возникает такое впечатление, что, может, это и не надо поддерживать. Я просто говорю с позиции, но возьмем меня просто здесь как не деятеля, и не юрналиста, а просто как обычную женщину. Как вот видят, вижу я вообще эту ситуацию, и мои другие подруги, коллеги, женщины, которые работают вяхающих на снах в компаниях, и так далее, они были успешны. Они только мне говорят, а зачем тебе дался этот феминизм? У тебя, что, какие-то проблемы? То есть понимаете? И мне кажется, что вот для меня важнее отвечать на этот вопрос, типа, зачем тебе дался этот феминизм. Ну то есть не правда какой-то закрытой субкультурой, да, чтобы феминизм был какой-то, ну для меня это важно, чтобы феминизм был какой-то закрытой субкультурой, Куда пускают только АТФ, такое приказание, потому что они нассорят, да, а пускают, собственно говоря, всех женщин, у которых есть вопрос, например, может быть, у меня цветы, если я принесу. Я ответила, что можно, потому что я узнала, что применение будет в зону существительности, но моё мнение, ну, опять, родители, я считаю. Давайте просто позволим, у нас, к сожалению, ограничено время, но, естественно, все дискуссии можно будет продолжить и вне этой сцены, и у Залины будет ещё сольное выступление, я думаю, что вы там не зададите вопросы, вот, и, ну, поэтому я объясняю просто целесообразность этих ограничений. Кирилл Медведев, прошу вас пояснить, в чём заключается ваша борьба, как вы видите и, может быть, смиряете эффективность, если у вас есть какие-то комментарии по поводу того, что сказали предыдущие ораторы, то будем рады послушать. Ну, у меня близкие феминистские, которые работают в левых организациях, в профсоюзах, и при них не стоят, в принципе, такие вопросы, как можно принимать цветы и можно любить мужчин, в общем, конечно, можно. Вот, да, которые заняты, нет, это не я, это как-то, это такая вещь, да, да, вот, для которых, ну, главная задача – это работать в сфере татарных прав, да, с проблемами, такие, как неравная оплата для женщин, там, список по профессии, которые, которые запрещены для женщин, здесь основательно, да, значит, это оплата репродуктивного и домашнего татарных прав для женщин. Порьба с хоразментом на рабочем месте и так далее, вот, это вот такая повестка, как бы, с современной оплата для профсоюзной борьбы. Вот, и это, и все эти проблемы и подобные им можно решать только структурно, да, то есть это общая борьба о помощи других женщин, которые не сводятся к феминизму, но, но, с другой стороны, и феминизму к этим вопросам не сводятся, как бы, мы здесь, да, про татарная автономия, мы с ними взаимосвязаны, мы, ну, вот это такое, ну, пространство, где я тоже пытаюсь что-то делать. Спасибо, Элла Рузвановна. Да, я в первую очередь хотела сказать, хотела ответить на реплику Залины, извините, Залины. Мне совершенно непонятно, почему критики вот этого фестиваля, почему их объединяет в какую-то такую единую группу неких активистов. Есть коллективная прислала больше этого фестиваля? Да, но дело в том, что в этой группе есть очень разные представители, которые вот отраслевают очень разные точки зрения, и в том числе осуществляют эту критику с очень разных позиций, да, и поэтому я бы не стала... Я хочу задать вопрос, а как может быть коллективная борьба, если в этой коллективной борьбе есть несколько группиров, которые все друг другу не согласны, и которые осуждают заранее человека, который еще не выступает, в том, что он, например... Лично я вот хотела рассказывать про как раз о том, как делать коньеру женщин, как работать руководителем, как руководить мужчинами, то есть не как это делать, а вообще как эта ситуация происходит на практике. Там были ли какие-то случаи угнетения, там расход, еще что-то. Я как раз хотела рассказывать прямо на конкретных премьерах, там, на обработке крупных корпоратов, я работала на худейшей должности аппаратах, я как раз хотела рассказывать об этом, но из-за того, что случилось вот это вот перед фестивалем, это не понятно мне негатив какой-то, без почвы совершенно... Нет, я знаю, я согласилась с негативом, который был вызван тем, что мы назвали недостаточно посредителей для движения активистов, но я видела программу, потому что они все приглашены, и все темы, темы России, трансгенды, они присутствуют в программе с самого начала, еще того конфликта, то есть что касается конкретных вот этих мероприятий, то вот именно негатив по отношению к спикерам мне непонятен. Потому что, и я не понимаю, почему должны выступать на таких мероприятиях только активисты, как я поняла из коллективного письма. Я не понимаю, мне кажется, что это была такая маргинализация, и это сделать феминизм закрытой субкультурой. Поскольку я пока все еще поддерживаю феминизм, несмотря на все, что происходит, мне бы не хотелось, чтобы это воспринималось именно так. Ну нет, так я думаю. Вот лично мое ощущение после вот этих батарей, которые произошли, что это закрытая субкультура, и туда можно какой-то сдать экзамен. Мне кажется, у Элы есть что на это ответить, да? Да-да-да. Ну, во-первых… Простите, что я так думала, я подъяснила свои чувства. Не думать рассказами, не занять. Насчет того, что у нас действительно существует много разных феминизмских организаций, которые часто не согласны друг с другом. Да, это действительно так. С одной стороны, это плохо, потому что у нас существует какие-то общие действия. С другой стороны, это хорошо, потому что существует у них диалог. И касательно критики, я бы не называла ее каким-то общим словом негатив, или вот как называли критиков хейтерами. Дело в том, что там были вполне, вполне как бы осмысленные, выдвинутые аргументы и касательно позиции фестиваля, да, и касательно, опять же, спикеров, и поэтому… Тогда сразу вопрос, чтобы мы перешли, да, вот таким конкретным, чем… Какой должна быть позиция у фестиваля о феминизме? Мне кажется… Не феминистском фестивале, а фестивале о феминизме. Я вопрос, а какими должны быть спикеры тогда? Ну, кроме активистов. Я поняла из этого письма, что одни должны быть все активисты. Да. Конечно, они есть. Вы можете открыть программу, а сейчас давайте… Да, пожалуйста. Я хочу, кстати, извините, я хочу сразу просто, как человек, поддерживающий феминизм здесь, выразиться, что я, несмотря на шквал какой-то необоснованной критики, с самого начала выступила и сказала Ане, чтобы у меня вообще включились программы, но дали выступление всем активистам, которые мне позвали и которые мне дали слово. Я была готова и, собственно, и готова сейчас пожертвовать свое время выступление ради любого активиста. Абсолютно. Смотрите. Я хотела бы услышать ответ на свой вопрос. Я могу вам ответить. Значит, для того, чтобы понять, какие спикеры должны выступать на феминистском фестивале… На фестивале о феминизме. На фестивале о феминизме существует такая вещь, как горизонтальная структура. Горизонтальная структура принятия решений по этому поводу. Потому что на тех фестивалях, на которых присутствовала я раньше и которые не вызывали в любом случае таких обширных конфликтах, именно так происходил выбор спикеров. То есть люди собирались, приглашалось большое сообщество тех, кто хочет поучаствовать и считает правильно говорить о феминизме, обсуждать феминизм. И все вместе они решали, какие мероприятия, кто должен говорить, что можно говорить, что нельзя или что стоит говорить, а что не стоит. Собственно, это горизонтальная структура, которая принята в этом сообществе. Когда существует некий авторский фестиваль, на который зовут конкретных людей, которые решают позвать автора, это как раз, естественно, вызывает определенную критику, вызывает какие-то вопросы. Сразу маленькая ремарка. Мы действительно не горизонтальное феминистское событие. Мы авторский фестиваль о феминизме. Но при этом мы активно советуемся со всем сообществом. Ирина про это говорила не раз в публичном поле. Тем, кому интересно, они могут про это почитать. И для нас в каком-то смысле было важно вывести эти темы в мейтстрим. Может быть, это тоже предъявляет нам как объявление, сделать из этого в каком-то смысле продукт. Потому что мы связаны обязательствами перед нашими читателями, перед Ириной. У нас был контекст конкурса, о котором я рассказала вам в начале. У нас есть площадка, у нас есть партнер. И мы свою задачу видим скорее в популяризации этого знания. Выводе как раз этого разговора за пределы какого-то закрытого сообщества. При этом мы не претендуем на то, что мы делаем это единственно возможным и правильным способом. Поэтому, естественно, мы пригласили. Кто-то из критиков счел невозможным к нам приехать. Кто-то пришел вы, Элла. Вы Кирилловым очень признательный и благодарный. Но мне кажется важным сказать вот эту нашу позицию. В каком-то смысле это наша, я тут процитирую тот же термин, который звучал в начале. В этом смысле наша расслабленная борьба. Наша расслабленная борьба заключается в том, что мы распространяем это знание. Мы это умеем. Вы умеете, наверное, делать что-то другое. Мы вас в этом будем поддерживать. Насколько мы можем. И сейчас, мне кажется, то, что происходит, мы пытаемся разговаривать на эти темы. И это ценно и важно. На мой взгляд. Вы тоже. Спасибо. Я бы еще хотела подчеркнуть, что общение с активистами я вела изначально довольно активно. И меня очень удивила манера общения, сложившаяся, может быть, в среде активистской. Может быть, это только мое впечатление. Но я бы обозначила ее как некоторая неспособность вести цивилизованный диалог, доброжелательный диалог. И в какой-то степени нежелание с активистами. Ультиматумы, язык ультиматумов, не считая его эффективным, я бы не хотела говорить о нем ни с кем. Я не принимаю такого рода отношения и общения со стороны любого сообщества. Я бы хотела как раз сразу понять этот вопрос и его надо спросить. Потому что мне действительно искренне все точки зрения важны и лично мне. Я лично поэтому позвала одного из подписанок к текущему фестивалю письма Белору, но она в США и не смогла приехать. Мне показалось, если вот такой момент. Или написали девушки, которые, например, отрицательные радикального полка движения, и написали, что мы требуем исключить всех спикеров-мужчин из программы, и потому что мужчина может выступать на такое предприятие только как обслуживающий персонал. Нет, я бы добавила... Ну, это на самом деле неплохо. То есть, в принципе, можно считать, что, например, я выступаю как обслуживающий персонал. Меня это совершенно не фрустрирует. Если можно, я на минуту вкликюсь в эту историю. Мне кажется, друзья, мы немножко начали выяснять отношения, сидя на сцене. Это мне очень интересно, наверное, всем. Но мне, по крайней мере, неинтересно, простите, да. Кто прав, кто виноват. Я хочу попытаться нынешнюю ситуацию как-то проанализировать. У меня очень поверхностный анализ. Жертв насилия и чего-то там еще. То есть, вы считаете, что жертв насилия нужно выкинуть и не за это, например, вперед. То есть, вот если бы, например, была жертва насилия, которая там, например, которая в мучении отказала в близости, и вот там в ней левадут неслакое лицо. То есть, я так полагаю... Давайте я сама заотвечу на ваш вопрос. Что я, как человек, который, как вы, например, с Дианой Шевыкиной и с Энсом всей истории... Выступли как раз. Выступли как раз. Я очень громкая. Сейчас вам все это скажу. Ни в коем случае я не наступаю. Кроме того, чтобы здесь были активисты, которые наступают на тему жертву насилия. И они здесь есть. Я видела в программе даже несколько. И поэтому не понимаю эту преженцию. И, конечно же, я так не считаю. Более того, опять же, я хочу привести пример моих комментариев по делу Шурыкиной, скажем так. Где я как раз написала, что я буду за абсолютно любую так называемую обществом шлюху до тех пор, пока изнасилованные будут учить, как ей вести себя до изнасилования и как ей вести себя после. Более того, я даже в своем стеклом формате предложила написать общественности правила поведения для изнасилков. То есть моя позиция абсолютно здесь четко и понятна. Я всегда выступаю на стороне даже в таких спорах. Дело, как кажется, делал Шурыгиной. Поэтому совершенно глупо. А что там спорно? Нет, спорно. Нет, спорно в общественности вышел на тему того, что насиловали вы или нет. Так вот, мне совершенно кажется в этой истории неважно, насиловали ее или нет. А для меня важна реакция общества. А реакция общества была абсолютно негативной прежде всего к жертву и изнасилованию. И я против, как у вас решили. Я просто еще раз обращаю ваше внимание, что у Залины позже будет сольное выступление, если у вас есть вопрос. Какие у тебя впечатления о прошедшей дискуссии? Ну, конечно, это неплохо, что все-таки организаторов фестиваля решили пригласить тех активистов, которые в том числе осуществляли критику фестиваля. Хотя, на самом деле, я как бы не очень много даже об этом-то и высказываюсь, да. И очень странно, что это было я. Что я как бы представляла все радикальное, как его называют, фемистское сообщество, да. Они очертили вот как бы некое радикальное фемистское сообщество, которое, на мой взгляд, вообще не имеет вот этой четкой структуры и не является неким единой группой. Дискуссия, конечно, была очень короткой, мы не успели по существу много обсудить, и даже создалось некоторое впечатление, что это как бы такой реверанс, да, какая-то попытка сказать о том, что мы открыты к разным мнениям, мы готовы дискутировать. Но, конечно, какая дискуссия может произойти за 40 минут, когда вопрос настолько важный, и когда действительно возник такой конфликт вокруг фестиваля, что стоило уделить ему гораздо больше внимания. Мне было тяжело, потому что мы с Кириллом Медведевым выражали единую, в общем-то, точку зрения, но нас было всего двое, а вокруг нас было четверо даже, наверное, спикеров, которые представляли фестиваль. Но я надеюсь, что мне удалось как-то выразить, да, хоть какие-то важные идеи, которые были озвучены теми, кто критиковал фестиваль, да, теми, кто его комментировал всячески в СМИ и соцсетях. Ну, надеюсь, что что-то важное прозвучало, надеюсь, что это получилось, несмотря на то, что до такого времени. Я уверен, и мне кажется, в этом состоит феминизм, что наше общество похоже на неуравновешенные весы, где женщины находятся внизу, а мужчины наверху. И для того, чтобы достичь хотя бы равенства, мы должны этот мужчин приопустить, а женщин возвысить. Сам я познакомился с феминизмом в году 2008-м, когда прочел второй полосу на БВА. И для меня это было опытом отрезвления. Я действительно почувствовал, что это уникальный опыт. И когда я читал какого-нибудь Гейгера или Мусорля, я прямо представлял, как эти мыслители сидят у себя в кабинете и выдумывают свою философию, как какие-то фантазии. Но когда я читал БВА, я увидел, что эта философия не выдумана, а выстрадана, что она основана на ее реальном, пережитом опыте столкновения с дискриминацией. И потом я видел эту всех феминистских мыслительность. И феминистская философия была для меня опытом трезвости и идеологичности. Ну что я могу сказать по поводу того, что мужчина наступал первым? Потому что меня пригласили. Но я уже говорю, я поддерживаю идею позитивной дискриминации и стараюсь вести себя скромно. Мне кажется, мужчины, которые считают себя феминистами, должны идти скромно. Так что меня Ирина попросила, я согласился. И соглашусь на любую помощь, о которой мне попросит любая феминистка. Вот, наверное, так. Еще какие-то вопросы, если будут? Как прошло выступление? Как прошло выступление? Мне кажется, нормально. Я единственное забыл об этом сказать со сцены, хотя хотел. Но вылетело из головы о том, что я ни в коем случае не хочу доминировать, навязывать свое мнение. Просто выполняю просьбу. Вот. Ну, чтобы различить две вещи. Различить половые различия между людьми, которые существуют, и те социальные, культурные проявления, изменения и, может быть, какие-то вариации, которые здесь есть. Очень много это слово долго использовалось в социальных науках, оно очень много критиковалось. И, в общем, к тому, к его критике я вернусь еще чуть позже. Затем были попытки ввести какие-то новые категории для говорения о гендерных различиях. Ну, например, вот то, что обозначается аббревиатурой СУГИ, да? Это сексуальная ориентация, гендерная идентичность. Эта попытка была предложена оновскими структурами для обозначения дискриминации по этим признакам. И она до сих пор используется во всех нормативных документах. То есть, если вы увидите какие-то концепции оуновские или жалобы людей, то там будет использоваться информация. Что? Спасибо. Продолжение следует... Мне кажется, что очень большое массовое мероприятие. Меня ужасно радует, что пришло много народу на этот фестиваль, потому что с учетом многочисленных обсуждений, иногда очень горячих, которые были, непонятно было, кто, в общем-то, останется в результате аудитории этого фестиваля, но я вижу, что в основном люди достаточно такие далекие пришли от феминизма, которые больше хотят разобраться. Поэтому в этом смысле, мне кажется, этот фестиваль, вот он свою задачу выполняет. Как прошло мое выступление. Мне хотелось больше времени, возможности для дискуссии, послушать аудиторию, услышать какие-то голоса. Поэтому, конечно, такой формат, когда больше времени на презентацию, мало на вопрос, мне не очень нравится. Хотелось бы... Я думаю, что у людей очень много вопросов. Судя по тому, что подходят потом и спрашивают. Есть какие-то детали, в которых люди хотят разобраться, ответить себе. Поэтому, вот, общаемся пока неформально. Пригласили меня. Тема моего выступления видна вам на экране. Почему мужчины именно в юбке, в самом деле? Конечно, потому что они мужчины. Костюм часто кажется нам таким естественным продолжением и выражением биологических различий, что мы даже не встанем с этим вопросом, и нам сложно помыслить себе какую-то другую ситуацию. Между тем, на протяжении значительной части истории человечества, во многих регионах и, в общем-то, даже в Европе, в классической античности, которая считается колыбелью европейской цивилизации, привычная нам сейчас ассоциация мужчина и брюки, штаны, джинсы, продолжен этот ряд, совершенно не работала. Вы видите две известнейших произведения отечественной скульптуры. Лево. Это греческая скульптура периода классики, знаменитый дельмитийский возничий. Вы видите, одежда, как вонит хитон. КОНЕЦ Таким, как он есть. Вот это, скорее всего, так называемая эго-дистонная, то есть я чушь, я не гендерная идентичность. Вот это мы можем назвать патологией, в то время как саму трансгендерность сегодня мы таковой не считаем. Во-вторых, это не сексуальная ориентация. Это не гетеросексуальность, и это не гомосексуальность. Это не геи, которые женственные, и это не змеянки, которые мужественные. Сексуальная ориентация отвечает на вопрос, кто мне нравится. Гендерная идентичность отвечает на вопрос, кто я есть. В данном случае речь идет о трансгендерной идентичности, кто я есть в рамках моего биологически задуманного пола. Это не трансвестизм, и чаще его сравнивают с фетишистской формой трансвестизма, когда переодеваются в одежду другого пола, в кавычку другого пола, с целью получения сексуального удовольствия. Надо сказать, что трансгендерная идентичность – это жизнь, это все сферы жизни, не только сексуальные, а порой сексуальные вычеркиваются в жизни трансгендерного человека по той простой причине, что секс, сексуальный акт предполагает, скажем так, акцентуацию на половых интересных признаках, чего, например, некоторые трансгендеры, а именно, что называется, ядерные транссексуальные люди, не могут себе позволить силу дисфорических причин. Достигнуты права, если уже есть определенное равенство, и мы знаем, что сексизм – это нехорошо, то, собственно говоря, в любом году все собираемся и чего мы обсуждаем. И я бы хотела показать в своем наступлении, что сексизм является очень хитрой штукой. Значит, он, конечно, не… ну, вот как сегодня нам рассказывали, да, про радикальных феминистов, он… сексизм не является в этом смысле корнем проблем, которые есть в современном мире, но, тем не менее, моя задача сегодня – показать, посвятить ту линию, которую этот феномен создает для нас. И… извините… да. И, соответственно, я отдаю себе отчет, что сексизм – это одна из возможных проблем, но я буду простраивать свое выступление так, чтобы продемонстрировать, что эта форма проявления дискриминации связана со многими другими социальными сферами. Соответственно, мы можем… ну, для меня, как для психолога, очень сложный вопрос о том, что такое сексизм, потому что здесь есть очень много разносмежных понятий, и какие-то понятия используются и, соответственно, психологические науки, так как для нас бывает важно разделить, что это, установки, представления людей, отчетные или это привести. Ну, впечатления позитивные. Я впечатлена, что много народу. Я, если честно, даже, наверное, не догадывалась, что это может быть таким масштабным мероприятием. И содержательно мне показалось, что тоже не все было отражено в названиях докладов, а содержательно доклады любопытные принимают важные темы. Интересно, не знаю, насколько это удается, что здесь, получается, есть вроде бы такая пища для размышлений тех, кто уже разбирается и интересуется там глубоко проблемами, и тех, кто только-только готовится. Но вот я не знаю, то есть мне кажется, что есть для этого возможности, но это воспринимает аудитория, пока не знаю. Мне кажется, что это очень здорово, что сегодня собралось столько людей. Люди говорят, обсуждают, задумываются. Мне кажется, что действительно многие узнали то, чего они не знали, подумали с той стороны, о которой они раньше не догадывались. Я считаю, что все происходит в очень дружелюбной обстановке. И я рада, что я смогла рассказать многим людям сегодня о проблеме домашнего насилия. Было много вопросов. Были вопросы, на которые я отвечала много раз, что лишний раз подтверждает, что нужно везде и всегда приходить и рассказывать о чем-то важном. И мне кажется, что сегодня все были очень готовы услышать, очень были готовы к диалогу. И большое спасибо организаторам, что мероприятие состоялось. Центр «Сестры» — это в первую очередь удовлетворительная программа «Телефон доверия на пострадавших» — это тоже бесплатная помощь. Также сюда добавляю, что после обязательного обращения на телефон и разговора с другими там, если женщины или пострадавшие или к другому полу пришел к нынду о том, что нужна прочная помощь психологу, то в нашем центре тоже можно получить ее бесплатно. И группу поддержки, об этом я хочу сказать особо, это один из гидов проработки проблемы. Это возможность человеку говорить об этом спокойно. Очень значимое и знаковое событие — феминистский фестиваль. За 20 лет это, наверное, первая такая инициатива, которая необходима современному обществу, потому что все те темы, которые поднимаются на фестивале, они актуальны, и помощь пострадавшим актуальна, и актуальна поиск выходов именно для общества, потому что дальше мириться с тем положением, которое сейчас существует в обществе, мы не можем и не хотим. И мы видим, какие силы присутствуют, какие желания у людей бороться с насилием или бороться за права женщин, и за равенство, за гендерное равенство. Еще раз приветствую и фестиваль, и гостей, и сотрудников, и участников. Спасибо. Конечно, этот фестиваль для такой аудитории первое такое масштабное событие, и очень много на околе нашего стола, Центры Сестры, у нас сегодня было дискуссии, обсуждений, вопросов. Это, конечно, говорит о том, что интерес к проблеме есть. Даже не интерес, а какая-то, может быть, болезненность в этом есть. Но хочу сказать, что журналисты вообще не проявили никакого интереса к нашему столу, и, вероятно, все тут ждут какого-то скандала. Это тоже показатель того, чем интересуются СМИ. Ну, все, больше я не помню, что ты хотела сказать. Если вы спросите мужчину, какая женщина нужна, один из главных детей – мать моих детей. Для других целей он будет искать себе любовницу, поэтому основная причина разводов у нас – измена, или, я дальше буду говорить, финансовые проблемы. Но измена тоже. Женщина не ищет себе равного партнера, мужчина не ищет себе равную партнершу. Более того, знаете, ужасающая статистика, которая просто разрушает мой мозг, это что 69% женщин, вдумайтесь в эту цифру, не хотят работать. Они хотят сидеть дома, и чтобы их содержал мужчина. Зовите, я хочу сидеть дома, и чтобы меня содержал мужчина. Когда производится развод, женщина остается без единственного кормиться. И в этом, конечно, тоже у нас огромная проблема. То, что я вам говорила, вся неоплачиваемая работа и забота о детях ложится на женщин. Давайте посмотрим, как это происходит. Допустим, мужчина работал, пришел домой, он должен хорошо покушать, отдохнуть, с ним надо поговорить. Это объективно, это не в негативную сторону по отношению к присутствующим мужчинам. Она смогла узнать, что происходит с ним. И поэтому, в принципе, очень часто в том, что классно будет вещество, что это не вещество, а мы действительно не вещество. Дальше. Туалер, половина, права, за границами, это прекрасно. Истина, наша в России, вон, и наша первая беда. Ее не носила ли, а постыки дома? Ну все понятно. Здесь даже и демократичные комментарии. Женщины, на вагу семя. Ну, соответственно, дала, что я вам не дала, берем кое-что. Все хорошо. Соответственно, мне кажется, как-то с этим удобным надо им можно бороться. Вот. И мне тоже так же нравится своими оппонентами, которые антибиотизм, как это назвать, скорить всегда так, что переводить, переводить те слова, что говорят про жертвы за силу женщин, говорить про перемет на мужчину. Вот мы с девушками там попробовали. Получается так, что если мужчины больше проводим времени за учебой, за молитвой, и никто не обвинял изнасилований. Чего же они ходят по поговоркам, вечеринкам? И пусть учатся сидят. Вот. Ну, это такая-то завершающая веселая фонкорда. Это такая-то завершающая фонкорда. Я стараюсь, если вы, вы знаете, тоже ломает стереотипы, как могу. Я рассказала про женщин сильный опыт. Не прекрасно. Именно сильный. Надо заметить, что она не решала проблему, которую вам часто называют в качестве причины, почему женский спорт не может быть наравне с мужским. Она не решала проблему того, что женщины играют в хорошем смысле слабее из-за чисто физических данных, чем мужчин. Жить спортсмены одинаково развивали мужчин и женщин, мужчина всегда будет, ну, или, в этот случай, будет сильнее, чем женщина. Это понятно, почему происходит. Так вот. С теннисом это произошло. И сейчас женщины-теннисисты являются одним из самых влиятельных спортсменов в мире. То же самое, точно так же, произойдет с футболом. Оно уже происходит и будет происходить во всем мире. Происходит оно по очень простой причине. И для FIFA, и для брендов. Единственный способ увеличивать доходы, это увеличивать количество играющих и увлекающих. Думаем, настраиваем себя на определенное качество, гибкость, устойчивость, силы и так далее, не только в уме, то есть не только какие-то ментальные конструкции, а мы буквально воплощаем это в боди, мы это воплощаем всеми собой, всем своим телом. И, в общем, это уже одно, это может навести нас на такую плодотлорную мысль о том, что, в общем, раз это работает, то как-то, ну, наверное, вы будете им не пользоваться, потому что, если себя сейчас смотреть и пощупать, да, в принципе, у нас много всегда есть, кроме головы, руки, ноги, туловища, можно проверить при желании, да, вот, и во всем этом может проявляться, может воплощаться то или иное качество, которое нам необходимо. Если эту мысль развить немножко, прежде чем я ко второму эксперименту перейду, то здесь штука в том, что, ну, наверняка среди вас есть те, кто в своей жизни уже занимался разными видами либо боевых искусств, да, либо танцев. И происходит практически везде. Ну, не происходит так круто и так красиво, как покажут в кино, но каждый раз, когда женщина говорит, я сексуальная, я управляю своей жизнью. Я, знаете, такая классная и развратная, и я знаю, что это то, чего я на самом деле хочу. На самом деле, оказывается, что это не всегда так. Поэтому для того, чтобы понять, чего женщины на самом деле хотят, чего им нужно от секса, нужна фемическая оптика, нужно немножко разобраться, к чему, что именно было тем, что было в основе того, что привело ее к такому. как обычно получается. На самом деле, когда мы говорим о сексе и социальных ожиданиях, мы часто думаем, что, ну да, конечно, все хотят, чтобы у женщины был муж, чтобы были дети, а мы, значит, будем этому противостоять. На самом деле, социальные ожидания это такой же типичный революционный капкан, как и всегда, потому что он требует не только для того, чтобы ты... Ну, я очень рада, что столько людей пришло, я этого не ожидала, учитывая скандал по фестивалю, и публика очень восприимчивая и очень хорошо понимает то, что я сказала, и я надеюсь, что у нас все получится. Я думаю, это все правда, я пока только отошла. Редакальные или что-нибудь такое. Ну, так вот, моя акция «Тихий пикет». Я занимаюсь тем, что уже год ежедневно выхожу с плаката, я выхожу на улицу, в метро, я никогда не держу плакат на уровне груди, он всегда опущен, в опущенной руке, поэтому девиз нашей акции «Тихий пикет» это когда опускаются руки, а потом он трансформировался в девиз «Когда опускаются руки, руки не опускаются». И это действительно так. И сейчас у нас уже 200 человек в разных городах и странах, сделано примерно 800 плакатов, каждый день мы выкладываем отчеты о том, как мы поездили с нашими пикетами, тихими пикетами. Все плакаты сформулированы не императивно, вопросительно. Иногда плакат — это арт-объект, они никогда не держатся... Мы не работаем в режиме «я показываю, я транслирую, смотрите все на меня». Мы работаем в режиме «другой тебя видит, другой тебя слышит, другой спрашивает». Поэтому люди сами подходят, мы никогда не говорим первыми. В принципе, это все, что нужно знать про «Тихий пикет», и я призываю всех присоединяться к нему. А теперь по поводу того плаката, который у меня вдоль нога. Это цитата из очень важной для меня поэтессы и феминистки Оксаны Восякиной. И ее имя, может быть, некоторые из вас знают, а другие знают в связи с ситуацией, которую инициировал Кирилл Мартынов. И я считаю политически верно, потому что феминизм и политика нерасторжимые явления. И я заявляю свою позицию тем, что я хочу, чтобы эти стихи прозвучали здесь. Это цикл «Ветер ярости». Это стихи о женщинах и для женщин, переживших насилие, домашнее насилие, сексуальное насилие, психологическое насилие. И ситуация с Кириллом Мартыновым, которая не обсуждается пока что публично, от лица фестиваль, не знаю почему, она такова, что он выдернул цитату из Восякиной, из контекста, поместил себя на Фейсбуке без комментария, с предложением как бы обсудить этот текст. И там это все вылилось в гору сексистских комментариев, что у нее просто ВМС. И она как бы выступает с позицией гнева именно поэтому. И вообще эти феминистки, они просто ненавидно учат. Спасибо Кириллу Мартынову, конечно, за потрясающий дискурс в его ленте. И я хочу прочитать эти стихи. Я не вижу женщин на темных площадях. По ночам в грибообразных кронах дерев блуждают их прозрачные силуэты. В пустых вагонах метро я зажимаю во вспотевшее от напряжения ладони ключ и выхожу из подземки навстречу миру мужчин. Я вижу на них одежду, стилизованную под военную форму, на ней плывут слоноватые взгляды. Они скользят по моему телу, они подают мне сигнал. Ты просто женщина. Ты рождена. Исчезать. Ты рождена. Растворяться в облаке пепельных и дрожащих от похоти пальцев. Тебя научили взмокать от одного вида их страшных улыбок. Выдыхать от трежущего твоего тела взгляда. Задыхаться. По узким улицам Иду в шепоте окриков. Эй, ты! По площадям иду, как будто голая. По темным паркам иду и стараюсь отличить тени деревьев от тени мужчин. Иду после нежного свидания со своей любимой и держу теплое поцелую на своем животе. Иду после нежного свидания со своей любимой и помню, каждый волос на ее теле. Иду после нежного свидания со своей любимой. Иду, и вижу взгляд, который она дает мне каждый раз на прощание. Этот взгляд говорит, убей любого, кто смеет к тебе прикоснуться. И если из глаз их слеза покатятся, И если женщина потеряет хотя бы один орган своего тела, Другая скажет, возьми мою грудь, возьми мои пальцы, Нас так много, что пота и плоти хватит на всех. И никто не заметит, и ни одна не скажет, И никто не посмеет называть тебя ущербной. Все эти женщины, изуродованные насилием, убитые, Заморенные чувством вины, униженные, сломанные, Лежат в земле, идут по земле, в сад за детьми, Плодами домашнего насилия, в магазин за хлебом и молоком, Чтобы докормить своего насильника. Усаживаются на раздутые члены под шепот, А говорят, не хочешь? Глянь, какая мокрая! Стонут от горя, пронищивающий погибы. Все они лежат в земле, могут идти по земле, Могут спать, могут пить чай на кухне, Прогладывать липкую сперму, все потемлены в темноте. И нет языка, которым опишешь ярость. Она спит, как уставшее животное в их сердцах. Многие разводят руками. Как мы можем наказать насильника? Мы не можем коснуться этого, Те, кто насиловал, или насилуют сейчас. Те, кто станут насиловать в будущем. Кто они? Мы не можем предотвратить. Мы не можем ответить насилием. Мы вообще ничего не можем. Мы глядим на цепенение и ждем. И последний текст, это цикл стихов. Теперь темнота нам дом. Теперь темнота подземная нам дом. Теперь темнота подземная, Углевая нам дом. Моя мать сказала, Он бил меня всего один раз. Да, всего один раз. По сравнению с тем насильником, Который был у нее после развода. Один раз. Это просто лук. Это просто лук. Растворился воздух, И когда она сказала, Я всех простила, И ты научишься прощать. Я не стану прощать. Я лежу в темноте под землей. Я лежу и чувствую, Как подо мной другие женщины Спят в темноте. Сердца их шепотов бьются, Грудные клетки. И переезжаются в песни О ненависти и боли. Спасибо. И я хочу сказать, Что поэзия, Это... Я говорила об этом Обращение в кольте. Поэзия — это не расслабленный фон Под вечер какого-то фестиваля. Поэзия — это не лаунж, Это не досуг. Поэзия часто — Это политическое высказывание, Мощь и то, Что формирует нашу реальность. Поэтому мне кажется, Что эти стихи, Эти тексты, Которые все распространяют Самоизгадным в сердце женщин, Которые обрели ноги И путешествуют сейчас по стране, Эти маленькие книжки, Очень важно, Чтобы они звучали в этом фестивале. Теперь вы можете задать свой вопрос. В общем, выпить другую водки, Чтобы снять стресс, Или еще что-то, Как будто крем и напиток. Чем-то не будет, Как будто бы нам. У кого-то есть противопоказания, И, короче, Поэзия, Женщины себя, Они не хотят пить Янтур, Потому что я считаю, Что это мужской продукт, И им проще купить Мужскую водку, И проще купить ту, 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 Из-за которой Не теряют мужчины. В общем, Те видят, Навсегда, Ну, Там, Ту, Ту, Ужас, Почему российское общество Считает, Не из-за браковок. Добрый вечер. Я, наверное, Буду начинать, Потому что мне нужно За 15 минут Ответить на два сложных вопроса. Первый сложный вопрос Это история про то, что... Хватит затыкать женщин! Хватит затыкать женщин! Хватит затыкать женщин! Хорошо, ладно, Тогда, пожалуйста, Продолжайте акцию. Я не просу. Спасибо, Кирилл. Что-что? Да, пожалуйста, да. Ну, я думаю, Вы тут делали же Пожалуйста, да. Приказное решение. Спасибо. Будем креативны И инзекретативны, да. Ну, что, Небольшая локировка, Да, Я, во-первых, Хочу поблагодарить Организаторов За прекрасный проект. Я надеюсь, Что это начало Большого серьезного разговора О феминизме О народной беженщик В нашей стране. Я с интересом Слушаю, Я с учеником 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok